Если ты еще раз будешь рассказывать о том, что полиция не расследовала ни одного уголовного дела в отношении твоей семьи, ни убийства отца, ни покушения на тебя и на живые ранения, ни кража велосипеда, ни кража рюкзака с паспортом, ни кража денег в интернете, ни заявления на соседей, мы сделаем так и так. Электронная кастрация тебе покажется раем. Кто тебя преследует-то? Кто его держит в заложниках-то? Что такое он говорит-то в своих роликах? Кто его держит-то? Действительно, вот только когда я захожу в свою квартиру, у меня там просто океан радиочастот, в которых, наверное, можно левитировать уже. И ваши ребята, называющие себя сотрудниками, с утра до вечера гоняют у меня сердечный пульс с 60 до 120, и с 60 до 120 раскачиваю мне сердце, прожигают мне анус, занимается электронной кастрацией уже 10 месяцев. У меня проколы на мошонке и постоянные ожоги ежедневные. А так нет, действительно, кто же его там держит, кто же его там достает? У нас совершенно свободная страна. Это хакнутые люди. Это хак... Они все так говорят. Это хакнутый народ. Вот я посмотрел обозначение слова хакнутый, если вы в гугле наберете, то оно означает нано-взлом или что-то связанное с нано-частицами. Хакнуть мозг, как хакнуть компьютер. Может, потому что я каждый день слышу угрозы? Ты отсюда живым не выйдешь, ты вернешься в железном гробу. Ребята сделают так. Мы постараемся, чтобы было этак. Может, поэтому я выпускаю видео постоянно? Может, потому что я получаю ранения ежедневно на своем теле? Вот поэтому я выпускаю видео. Ради своей безопасности. И знаете, что это действительно могло бы показаться? Какой-то шуткой, игрой подростков, какой-то вот инициативной группой твоих соседей. Но по итогу-то, по итогу-то, там раз в неделю я слышу голоса серьезных людей, которые приезжают, которые говорят, блядь, выгоните его нахуй отсюда. Он мне тут не нужен в моем районе, блядь. Выгоните... И это я слышу в каждой квартире. Чтобы его здесь не было. И в Москве, и в Коломне, и в Калуге. Это что такое вообще? Что значит, мы должны что, куда-то испариться, что ли, неугодные граждане? Или должны по-тихому умереть? Или бежать за границу с голой жопой? Вот это, что ли, ваш план освобождения России от славянского населения? Вот уже пять дней к моей персоне повышенное внимание мне жгут и доводят до такой степени, что я не могу сконцентрироваться на своих мыслях. Я пробовал книжку прочесть, у меня больше чем на два абзаца не хватило. А знаете почему? Потому что я вот уже две недели обдумываю, как выпустить ролик про сатанизм. Это все они называют шуткой, это мы так шутим. Но вся вот эта вот программа, кто сценарий этим пишет, кто дает им такие команды, то, что вы услышите в этом ролике, это настолько низко, настолько шокирующе, шокирующе, что, знаете, за одни такие шутки можно получить туда, куда они так мечтают получить. Ты когда-нибудь успокоишься? Ты когда-нибудь заткнешься? Кричат они мне. А знаете, как я могу успокоиться, когда вы мне клейма на лицо поставили? Ваши же сотрудники орали мне в радиоэфирах. Вот ты паспорта будешь делать новые? А мне сейчас скоро будет 45 лет, надо будет паспорт получать новый. Вот это тебе напоминание на всю жизнь. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня очень ветрено, выбрался на улицу. Просто подгорают пуканы у этих тварей после вчерашних моих видео. И о том, что я размещу их на ютюбе. И о том, что я завел аккаунт на фейсбуке одноклассниках, дополнительных, так сказать, соцсетях. Вот. Я веду целый блокнот ежедневный. Все их преступления, можно сказать. Их преступлений и моих телесных повреждений и пыток. Настраивают искусственный интеллект. Знаете, по минимуму, все больше и больше сжимая удавку на человеке. Настраивают и смотрят, наблюдают, как аппаратурка заживо сжигает человека. Мы сотрём все твои мышцы, сухожилия, суставы. Сотрём твоё лицо до костей. Я получил вчера ожог пищевода. Мне даже больно глотать пищу было. Повреждены слизистые, повреждены, я так думаю, внутренние органы. На коленях кожа опалена и стёсана. Пойми, нас штрафуют за это. То, что мы не можем тебя заставить что-то сделать. Нас штрафуют за это, блядь. Вы можете себе представить. Нанести мне ущерб физический на миллионы. А они о копеечных штрафах волнуются. Прислужники режима, легавая псарня, волнуется о своей зарплатке. 5500 он получит или 5200. А теперь представьте. Я заплатил за прошлую неделю налогов на 389 рублей. Да, может быть, это небольшая сумма. Где-то 3800 я, наверное, заработал. Но этим тварям я заработал денег. И меня же эта тварь пытает за мои же деньги. И орёт, что ему всё мало. Вот Лариса Пасековская с дочерью. Вы вот вроде в Туле живёте, да? Приезжайте, я здесь как бы недалеко от вас. Приезжайте в гости, в Протвино. Как раз зафиксируйте, вот, сфотографируйте меня, мои поражения. У меня есть фотографии моего тела ежедневно. Чтобы свидетели были. Побеседуем, пообщаемся. Посмотрите, как на вас будет воздействие в моей квартире. Будет ли. Вот. Или они всё-таки угомонятся. Потому что на моих друзей, которые нет под псит-террором, даже на них было воздействие. Потому что попадает. И на соседей живут вокруг меня одни старики 80+. Фонит и там. И когда я выхожу и хожу по этажам, вот этот Тахарадар следует за мной, пеленгует, да? И попадает на соседние квартиры. Люди просыпаются, люди стучат в стены, люди стучат по батареям. Даже если в моей квартире тишина. Не дали мне сделать ролик к пятнице 13-му про сатанизм, про семейство Копаевых, их сатанинские задумки. То, что они кричали в моей квартире на протяжении нескольких месяцев 22-го года. Этой зимой удалённого радиочастотного эфира. И здесь. И такое ощущение, что это вот, знаете, вот ряженые верующие, которые вот рядятся, да? А на самом деле это самые настоящие черти, блин. Нам всё равно, кого сжигать. Вот представь себе, есть такая работа. То есть они признаются, что им всё равно, кого сжигать. Женщин, детей, многодетных семей. Устраивают, подставляют друзей. Интриги, интриги, маскируясь под их голоса. То есть... А как только я вчера ночью выбежал из квартиры молниеносно, потому что они настолько мне причинили физическую боль и прибежал вот на квартиру, вернее, к квартире этажом выше, сразу же исчезли. Сразу же всё, вот этот радиочастотный эфир исчез. И мальчики куда-то испарились. А потому что они хорошо понимают, что они подставляют людей и таким образом толкают их непреступление, толкают их в окна, толкают их к суициду. Ты что, забыл, как ты с животом мучился? Это намёк на то, что я лежал в больнице с якобы с травлением в 21-м году, и когда меня еле выходили, когда я просто фонтаном блевал желчью, на Дмитском шоссе вызвал скорую, и они меня отказывались забирать. И ровно через год то же самое, 5 октября 22-го года, повторили. Прям очень и очень взбесили их, вот эти вот мои ролики, особенно вот эти последние. Я вот хочу опять это смонтировать и выпустить. На YouTube уже идут угрозы убийством напрямую. Посмотрите на моё лицо, на что оно стало похоже. Это фронтальная камера ещё всё заглаживает. Так вообще это просто дикий ужас. Мы тебе нарушаем обмен веществ, то если так оставим, то ты сдохнешь, ты сам себя выжгешь. Якобы и потом циничный, мерзкий голос бабы «Это всё от кофе, это всё от кофе, надо было кофе меньше пить». Сейчас, конечно, не 90-е годы, и не 37-е, но хуже времён, когда даже в своих мыслях ты не можешь свободно думать на этой территории. Хуже времён не было. Мы ударим по самому больному, что тебе так дорого, по твоей внешности. Рубцевать лицо, пускай мучается. Это вот куратор-старикашка, который там появился. Они себя называют отдельным подразделением, которое занимается ликвидацией неугодных граждан, или которых хотят заставить замолчать. Привлекает к этому малолеток под видом игр, привлекает агентуру свою поганую, ко всему этому, которые круглыми сутками сидят там, крикухи эти. Людей хуесосят. Ты у нас на машине будешь стоять очень долго, очень-очень долго. Нет. Зато ваш режим закончится очень-очень быстро. И, предчувствуя свой конец, вы так беспределите, бесчинствуете тут. Я еще раз говорю, это не вы, так сказать, свет для всего мира. Это весь мир отгородился от вас. Субтитры сделал DimaTorzok